МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Стратегическая сессия Нижегородский совет женщин состоялась в Балахне. Выставка быков-производителей прошла в Кстовском округе. Из Нижегородской области в зону СВО отправили 6 тонн гуманитарного груза. В Балахне состояла стратегическая сессия Нижегородский совет женщин. 14 представительниц совета приехали из разных округов Нижегородской области. Руководители – представители советов женщин, учреждения образования, органов исполнительной власти, отвечающие за реализацию национального проекта образования. На встрече женщины поделились опытом работы в своих округах, обсудили идеи и предложения в области профессионального и личностного развития, уделили особое внимание благотворительности для участников СВО. Государство делает все возможное в поддержку женщин и реализацию женщин по всем направлениям национальной стратегии. И сегодня мы здесь конкретно будем обсуждать тему образования. И я считаю, что Балахнинскому району есть чем гордиться, большой опыт в рамках образования. На плечах женщин очень много задач, вот прям вот многомерные такая функции в разной сфере. И в воспитании детей, и в обществе, и в социальном плане, и в работе везде. И поэтому вот совет женщин, наверное, как раз помогает вот эти все шероховатости, ну, как бы решить. Глубина груди, крепость спины и, конечно же, долголетие. Знакомьтесь, это красавчик Флойд. Он рожден в феврале 2022 года и уже стал одним из самых интересных племенных буков. Качество его потомства оценили более чем в 50 стадах. Стадах. Согласитесь, жених действительно завидный. И таких красавцев здесь почти три десятка гордо вышагивают перед зрителями, которые со всей России приехали в Нижегородскую область посмотреть на лучших буков-производителей. Больше 120 человек, это более 40 хозяйств. Наша цель – это показать молодую генетику, которую мы привезли в этом году из Америки, и показать то, чем мы уже обладаем. Это наша и Европа, и Канада, и отечественная селекция. Только прибывшие молодые годовалые бычки пока волнуются и пугаются незнакомых людей. Но уже сейчас показывают достойный экстерьер и родословную. У нас содержатся быки-производители, количество 45 голов различных пород, все племенные. То есть основная задача – это содержание, кормление и получение от них генетического материала. Генетический материал, кстати, из животноводческого комплекса отправляется сразу же в лабораторию. Благодаря новому оборудованию сразу происходит геномная оценка биоматериала. Появился новый анализатор качества семени. Позволяет моментально сделать анализ биоматериала, показать, как нужно его разбавить, и также, сколько доз мы получим. Все быки, находящиеся в Нижегородском, а их почти полсотни, обладают высокими показателями производительности и геномными оценками мирового уровня. Их следующее поколение отправится не только по всему региону, но и России. Служба информации Юлия Короткова, Ренат Бегбаев. Я рисую вечный огонь с российской ладошкой для наших бойцов. И хочу, чтобы они поскорее вернулись домой. Вот с такими желаниями, мыслями и добрым сердцем воспитанники старшей группы Нижегородского детского сада номер 125 нарисовали открытки и написали теплые пожелания для бойцов на передовой. Мы хотели переслать чуть-чуть, чуточку какого-то нашего душевного тепла, детских сердец для наших бойцов, чтобы они поскорее возвращались домой. Мы их очень ждем. Эти письма и рисунки – лишь малая часть общего гуманитарного груза от Нижегородской области. В этот раз в зону СВО было отправлено более 6 тонн помощи. В состав груза у нас вошло все самое необходимое. То, что просили наши военнослужащие – это и маскировочные сети, различная техника, также средства личной гигиены, строительные материалы. Перед отправкой груза Ирей Александр Сопронов совершил молебен. Важно объединение не только с точки зрения помощи, объединение с точки зрения понимания, что это важно, и ребята ждут нашей поддержки. К участникам специальной военной операции отправился и творческий десант нижегородских актеров, в составе которого автор проекта «Актеры Нижнего Донбассу», председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист России Сергей Кабайло, заслуженный артист России Алексей Хореняк, актеры Артем Прохоров и Валентин Аметов. Когда мы выезжаем туда за леточку и встречаемся с ребятами, с нашими бойцами, они нам делают заказы прямо онлайн во время выступления, и поэтому мы наш репертуар обновили, то есть половина того репертуара, который, ну, как мы его называем, такой театральный капустник, актерский театральный музыкальный капустник, и мы его добавили еще, те песни, которые востребованы нашими ребятами. С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующие на базе Дома народного единства, отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона. Служба информации Кирилл Инковский. Более 200 человек принимают участие в восьмом слете молодых семей Нижегородской области. Для них проходят мастер-классы по продвижению семейных клубов в регионе, а также стратегические сессии. В этом году тема развития семейных отношений. Все мероприятия проходят в загородном клубе Дзержинец. Торжественная церемония с открытием прошла в Доме народного единства. Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева поблагодарила семьи за их активное участие в жизни региона и пожелала всем плодотворной работы. В свою очередь министр социальной политики Нижегородской области Игорь Сидых отметил, что за последние 7 лет количество многодетных семей во всем регионе увеличилось более чем на 10 тысяч. Вообще куча эмоций, очень положительные ощущения. Приезжаем впервые, надеемся, что не последний раз. Для нас очень важно и знаково провести это мероприятие в год семьи, объявленное президентом в этом году в нашей стране. Потому что даже находясь сегодня здесь на открытии, мы понимаем, что 200 человек участников, из них 94 ребенка. Это значит, впереди 3 дня очень насыщенной программы. Победа будет за нами. С таким настроем отправляется группа добровольцев на боевое слаживание перед отправкой на специальную военную операцию. Боевой опыт у новобранцев разный, однако защищать близких и родину – первоочередная задача для солдат. Семьям военных будет оказана полная поддержка. Так, при заключении контракта с Министерством обороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременные выплаты сейчас составляют 1 миллион 205 тысяч рублей. Кроме того, действует механизм заключения военно-социальных контрактов, которое дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, а также льготы по плате жилищно-коммунальных услуг, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Иду за своих близких, за нашу родину, родных, маму, папу, отец. У меня два брата, за них воевать. Ребята у меня там все, мои друзья, коллеги. Я также принял решение просто, но чем я хуже, съезжу, помогу ребятам отстоять за нас, за родину, за семью, за родных. Наша задача просто приехать, увидеть и победить. Победа будет за нами. На сцене Центра культурного развития в Арзамасе лучшие детские театральные коллективы Нижегородской области. Все они уже прошли предварительный отбор и презентуют свои постановки. Я хозяйка этой пилы, я хозяйка этого дуба, и я хозяйка этого города! Волшебник изумрудного города, сказка о потерянном времени, Пеппи, длинный чулок, мюзикл «Мама» – это про волка и семерых козлят. Всего на традиционный конкурс «Весь мир театр» было подано почти 150 заявок. Более 70 прошли отбор. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Юные актеры стараются на сцене. Для них это путь в искусство и к заветной мечте – стать артистами с большой буквы. Самим играть – это интереснее, чем просто смотреть. Мне нравится очень ходить в театр, и я хочу стать первой актрисой. Жюри конкурса авторитетные. Постановки оценивают директор Нижегородского театрального училища Леонид Чигин, заслуженный артист России, актер Нижегородского театра драмы Николай Игнатьев, народный артист России Валерий Дьяченко. «Весь мир театр, мы все актеры по неволе, всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой. Кто-то думает, что это принадлежит Шекспиру, а на самом деле это Пьер Рансар – французский поэт». Успеть всех посмотреть жюри по регламенту должны за два дня. Победителям – денежные премии. Ну а главный подарок для юных артистов все же – реакция зрителей. Овации, к слову, звучали после каждого номера. Служба информации Сергей Чиглягин, Ренат Бигбаев.